Полицейский Он охраняет место катастрофы Пойдём посмотрим Проходите, ничего интересного Кроме разбитого ховеркрафта Тьфу, этого добра сейчас хоть лопата ешь Как так? 8 из 10 8 из 10 ховеркрафтов бьются? Штук 15 в неделю, мэм Как минимум Только в этом городе Но ведь это же самый безопасный транспорт Формально, да Но это если вы не на борту одного из них Тогда ваши шансы заметно падают Какие шансы? Это самый безопасный транспорт Если вы остались на земле Шансы, что он свалится вам на голову Относительно низкие Спасибо, что разрушили мою веру в современные технологии Участковый? От слова «участие» А разве не наоборот? Давайте, мэм, проходите Нечего тут смотреть Кроме сбежавшего преступника у вас за спиной Я на особым задании, мэм Так что сбежавшие преступники меня не волнуют Если я уйду, кто будет охранять место катастрофы? Может, я посторожу? Это был риторический вопрос, мэм Вы не... Уполномочены А теперь идите Тут для вас ничего интересного Кроме вас, офицер Чего? Меня? Я просто обожаю мужчин в форме Извините, мэм, но я гей А теперь идите Нечего тут смотреть Не скажите, офицер Я больше повторять не буду Проходите Здесь абсолютно не на что смотреть Не на что Мать моя Женщина Разве вам больше Заняться нечем? С вами всё в порядке, офицер? Спасибо, мэм Я в порядке Только это... Проклятая пыль всё горло забила Если я не ошибаюсь Ошибаюсь и хорошо помню уроки физики Это антигравитационное устройство На вид в рабочем состоянии По всей видимости Вот этот антиграв я Не смогу никак сейчас достать По крайней мере у меня Нечем Может как-то отверткой тут Он тоже особо не на что Он мне нужен Он блестит Антигравитационное устройство Он прикольно блестит Высоковольтное лазерное заграждение Судя по цвету, это боевые военные лазеры Впрочем Я что-то уже перехотел за ней лезть Ну ладно Пока вроде необходимости в нём нигде нет Поэтому Попробуем Выбираться отсюда И пойдём К пацану По идее По идее Мы наверное должны были сначала Пойти Вот К полицейскому участку Там бы нас не пропустили И залезть в мусорку Но мы сделали всё как обычно Не так как обычно И поэтому вот так вот Хорошо Нам надо к пацану Удивительно У него сестра Оказалась Не такой простой Дамой Она как-то связана С основной корпорацией Это очень любопытно И знать не хочу Что он делает Я знаю что он делает Это очень любопытно Эйприл Райан Тебе никуда от себя не деться Интересно что это за куп с информацией Где бы нам его посмотреть Потому что как говорится Стандартно мы посмотреть его не сможем Ну чё Достал инфу? Чё там с моей сестрой? Да уж пришлось повозиться С твоей сестрой порядок И корпорации больше не ищут тебя Круто Зашибись Спасибо тебе Мне правда спасибо А ты мне чё-нибудь принесла? На, держи Уоррен Твои родители Они Они умерли Но с сестрой всё в порядке Её удочерила женщина по фамилии Дрейк Она работает в корпорации Бакамбо Мерсер Моя сестра приёмыш А предки того Наверное я должен расстроиться Но чё-то не очень Я вообще ничего не чувствую Ну и сестру я обязательно найду Конечно найдёшь, Уоррен Эй, ты чё Убила меня? Вот спасибо Ты пойми Про мёртвого негритёнка все забудут За тобой больше не будут гоняться копы И все остальные Ааа Ну вообще, конечно, да Эх, только теперь мне придётся Доставать новую карточку Тот ещё геморрой Надо было просто стереть записи О моих преступлениях Эх, хрен с тобой Ну ладно Чё ты хочешь Теперь ты можешь свести меня со своим другом? Чтобы он тебе какую-то инфу нарыл? Да не вопрос Поезжай в Ньюпортские доки Это на окраине города Там всё заброшено Потому что грузы на лодках уже не перевозят Найди там большой такой гараж Мимо не пройдёшь Там снаружи такие трубы здоровые Постучи в дверь три раза И скажи Бернсу-флипперу Что я тебя послал Он малость дурной Ты не обращай внимания Я ему звякну, что ты придёшь Он тебе любую инфу найдёт Главное ты его не бойся Он малость двинутый Хм, спасибо Ну да уж, удружил Где там живёт твой друг? Бернс-флиппер? Езжай на Ньюпортские доки Найди большой гараж И три раза постучи Он тебя впустит Пока, Орен Дома покакаешь И самое интересное У нас Эйприл А да, вообще Вот я не знаю Какой она лезет вообще Вот зачем Всё ещё воскресенье Какой сюрприз Я побывала в архивах И выбралась оттуда живьём И теперь в любое удобное время Могу загреметь за решётку Лучше и быть не могло Родители могут гордиться Своей маленькой девочкой-преступницей Ну и хрен бы с ним Зато теперь у меня есть адрес Друга Уорона Его зовут Бернс-флиппер Неужели его и по паспорту так зовут? Он живёт в доках Ньюпорта В старом гараже Уоррен сказал Надо постучать три раза Странно, что не надо говорить Сезам, откройся Надеюсь, этот парень-флиппер Поможет мне найти церковь Вольты Вечером надо будет встретиться с Кортезом Лучше бы мне что-нибудь К этому моменту узнать Ну хорошо Следующий человек И следующее место Это действительно довольно Долгое и бесконечное Практически путешествие Она с вами открывается в новые районы Очень много Странно, что нет больше Римской галереи Но если мы проедем по всем районам И потом поднимемся ещё на лифте И там ещё будут районы Это долго Хорошо Доки Какой-то большой контейнер с трубами Так, вниз по лестнице Строительная площадка Контейнеры с грузом Наверное, дальше Я пока ничего так Вот то здоровое Гавань уже закрыта Но оборудование ещё здесь Странно, что его не размонтировали В целях безопасности Он уже лет сто не плавал Просто ржавая покрашенная громадина Но вроде ничего интересного тут нет Ух ты, круто Камара 2032 в отличном состоянии До 13 лет газовыми машинами Я интересовалась больше, чем мальчишками Да и сейчас, в общем-то, тоже Газовыми, не бензиновыми? Садись, прокатимся Эй ты, красная шапочка Принесла мне вкусненьких пирожков? Ну тогда заходи Обсудим, почему у меня такие большие уши Ой, ужас Угу То есть нас уже заметили Шаткая лестница Шаткая Ну хорошо Пойдём стучать Три раза В общем-то, тут больше ничего интересного и нет Труба Ховеркрат Мусор Хоть и дорогой, но всё равно мусор Есть вентиляция, есть и жизнь Так, какая-то машина Это контейнер Я понял, что это контейнер Ты мне скажи, есть там что-нибудь? Я уже насмотрелась на мусор, на всю остав Хорошо, что тут Специальная машина для взбалтывания краски Такие использовались ещё в позапрошлом веке Шейкер для краски Машина для взбалтывания краски Хорошо У нас есть газировка, может её взбалтать в этой машине? Зачем? Хватит, наверное Опасная штука Нужно поскорее от неё избавиться Я надеюсь, она у нас в инвентаре не рванёт Эта банка газировки может взорваться в любой момент Убудно ли, что не взорвётся Есть вентиляция, есть вентиляция, есть и жизнь Даже если я туда и просочусь То застряну где-нибудь посередине И умру от удушья и голода Милая перспективка Двери закрыты Давай стучать Три раза Это частная территория Проваливай Блин, куда тут говорить-то? В трубу Я Эйприл Райан Подруга Уоррена Никаких Эйприлов, Райанов Я не знаю Так что гнездой откуда пришла Уоррен должен был тебе позвонить Уоррен Фьюз, ты знаешь его? Гнездой я сказал Погоди Ну что за народ пошёл, а? Ты не в моём вкусе, детка Я люблю умных и весёлых Поняла, дура? Сам дурак А может ты соковыжималками торгуешь, а? Тогда мне не надо Я не смогу засунуть её тебе в задницу Нет, нет, я не торгую А, дошло Ты из корпорации Я вас, тварь, и везде узнаю Ничего не выйдет, леди Я две недели получил все нужные бумаги Вот они у меня в руках Хочешь встретиться? Запишись на приём Понятно? Чёрт, заткнись и слушай Не понял Я Эйприл Райан Меня прислал Уоррен, твой друг Он звонил тебе два часа назад И сказал, что я приду Он мне кое-что должен И мне нужна твоя помощь Прояснилось? Да я тебе сейчас проясню мозги Всажу туда пару пуль Как будто я не знаю Что ваши вонючие корпорации Слушают мои радиопереговоры Думали я клюну на девку С обтянутой задницей? Хрен вам! Знаешь, от меня зависит чёртова куча людей Если бы не это, я бы тебя, конечно, послала Но я промолчу Вот ты умница А ты дубина Если бы я была из корпорации При мне бы были ребята с пушками И они вставили бы тебе по полной Уже пять минут назад Да хрен с тобой Эйприл Райан, говоришь? Да, вообще-то мы с Уорреном базарили По зашифрованному каналу Его ни одна сволочь не хат Это ж флиппер шифровал Так ты с самого начала знал, кто я? Ты больной или где, мать твою? Или где, мать мою? Погоди-ка Есть ещё один момент Не совсем понятный У нас парни вот этого Негритёнка У него было Погоняло зиг Зиг это чаще всего Каких-то хакеров Погоняло Взломщиков, наверное Поэтому они должны быть Друганы с этим типом Желтенько Выглядит не слишком надёжно А куда мне? В яму? Хорошо Давай в яму Киберпанк жив Ой-ой-тенько тут у него Компьютер Киберпанк Адская смесь компьютерного железа Парень на летающей хреновине Наверное, это и есть Бернс-флиппер Эй! Слышь, Бернс? Слышу Тихо, детка Ща я к тебе Вознесусь Опа Ты как сюда попала, а? Ты вообще Кто такая? Я постучала Ты впустил Минуту назад Я Эйприл Ну, подруга Уоррена Какого нахрен Уоррена? Не знаю я А-а-а Мелкий Уоррен Хороший негритёнок Мне нравится Много полезного приносит А ты его девчонка? Да, я педофилка Прусь от малолеток Да кто тебя знает Чё тебе надо-то от меня? Хм Да Флиппер А-а-а Что у тебя с ногами? Офигеть Ты чё, в натуре хочешь знать, что у меня с ногами? Хочу, расспросила Их засосало в параллельный мир Ответишь на вопрос? Расскажу, куда они девались Ну? Ты девственница? Что? Пока не скажешь Я тоже молчать буду О-о-о-о Хо-хо-хо-хо Нет, я не девственница Молодец Уоррен постарался Что? Совсем плохой? Многие потерял 18 лет Я был кул-хацкером Ломал архивы, вскрывал серваки Воровал инфу Потом влез в МТК Малькут технологии Серьёзные ребята Они меня посекли Я там сёрфил по их сетке Искал, чего бы полезного урвать И тут мне в башку влетела какая-то хрень И поджарила мне все мозги, как яйца на сковородке Вот это был полный П Я сдох прямо на месте Вообще ничего не помню Неделю провалялся в коме А когда очнулся, рядом стояли эти черти из МТК Ну они и говорят Ещё раз полезешь в нашу сетку Завалим нахрен А потом я смотрю Ножек-то и нет Конечно, я могу и новые купить Но для этого мне себя на органы продать придётся Поэтому я свалял себе летающую тарелку Она только здесь работает Но я больше никуда и не хожу Вот и вся история, Эйприл Ты мне честно ответила И я тебе тоже То есть у неё как бы свои правила, да? О, что это тут у тебя? Добро пожаловать в магазинчик флипера Любой каприз за ваши деньги Начиная от самых жёстких порнокубиков и наркоты И заканчивая спутниками и ядерными боеголовками Чего нет, могу достать Только я не из сети магазинов дёшево и сердито Цены у меня ломовые Не для лохов Тебе, кстати, нейтронную бомбу не надо? У меня как раз завалялось Отдам миллионов за сто Как тебе предложение? Оплата наличными? Слушай, ну ты псих Ага Хочешь, справку покажу? Прикольный тип Мне нужна информация Так иди в библиотеку Да Похоже, Уоррен тебя переоценил Точно Эй, стой Как это он меня переоценил? Он говорил, ты достанешь любую информацию Но я вижу его сведения Устарели А вот и нифига Хоть я и короче тебя на пару ног С информацией и я на очень короткой ноге Так чё там за инфа тебе нужна? Всё про Джейкоба Макаллана И организацию Авангард Она же церковь Вальтек Да уж, ну и задачка Вальтеки, блин Они свои данные защищают лучше всех Есть у тебя что-нибудь кроме имён? Имена могут быть и липовые А что нужно? Детали Детали правят этим миром, детка Там целый океан разного отстоя Мне надо знать, с чего начать и что искать У меня есть картинка ключа Я живу только что это всё сказал Ну хорошо, допустим Дурак! Сама такая Спасибо за помощь, флипер Да ладно, чё там? Флипер Зови меня Бернс, детка Давай мы попробуем кубик сейчас отдать Пускай он его шифрует Эй, Бернс! Ща поднимусь! Я взяла этот кубик в полицейском управлении И чего? Чё там интересного? Ты говорил, детали нужны Здесь их сколько хочешь Кажется Значит, я должен взломать эту хрень А потом лезть в сети, ловить всё, что тебе вдруг сможет пригодиться? Так что ли? А ты можешь? Пожалуйста Офигею, дорогая редакция Не будь ты девчонкой Уоррена Я бы тебя вышиб нахрен Ладно, давай посмотрим Чё это ты его колбасит? Что б меня сплющило? Ты хоть знаешь, во что ввязалась? Эти черти просто осиное гнездо Я ничего хуже не видел Хотя информацию ты ценную приволокла Я тебе помогу Ты правильно сделала, что принесла всё дяде Флипперу Ну, и что скажешь про Авангард? У них есть что-нибудь типа штаб-квартиры? Можно влезть к ним в сеть? А мордочка у тебя не треснет? Сейчас всё расскажу Но сперва давай с тобой кино посмотрим Иди вон к тому экрану Я покажу тебе запись, ладно? Если будем действовать вместе И вместе идти в новый век милосердия, взаимопомощи и доброй воли В век исследований и процветания В золотой век Мы должны сами создавать своё будущее Будущее наших детей и внуков Чтобы все они могли противостоять нашим врагам Мы победим! Мы создали церковь Вольтек Чтобы вернуть в наши жизни и наш мир духовность Духовность и знания Слишком долго наши враги скрывали правду Нельзя больше слепо Внимать их лжи И позволять им обманывать людей Мы должны бороться с ними Пришло время взяться за оружие И дать решительный бой этим тиранам Сам я не сторонник насилия Так же, как и вы Но бывают времена Когда люди должны исполнить свой долг Встать на защиту своей идеологии И сохранить свою веру Это время пришло Это наше время Какой-то дичь загоняет Мы сделаем всё Чтобы защитить себя и свои семьи Мы сделаем всё Чтобы защитить свои убеждения от еретиков Мы пойдём на войну Если это потребуется А на Атикен Кто это был? Очень пафосный мужик Но злой какой-то Не узнала? Это наш тобой лучший друг Джейкоб МакАллен Главарь церкви Вальтек Или Авангарда Строит из себя мирного философа Но нифига скажу я вам У него комплекс Гитлера Знаешь такого? Да, опасную ты штуку приволокла Но мне нравится Я думала, что церковь Вальтек Это мирная религия Они там медитируют Мысли умные генерят Так думали ещё 20 миллионов людей, деточка Но вот правда Простая как грязь Давай, всё внимание на экран Это кто? Чувак по имени Гордон Хэллоуэй Рожа злобная Это правая рука МакАллена Управляет секретными операциями Авангарда Всё в кубике прочитал У Авангарда есть куча агентов Которых они растят в каких-то камерах Я много чего видел, но таких извращений с генами ещё не встречал Могу точно сказать, что враг Авангарда Какие-то отцы или часовые Не знаю, кто это, но узнаю Наверное, хорошие люди, раз сражаются с этими негодяями и извращенцами В общем, этого Гордона с детства растили часовые Готовили его, как для какой-то религиозной хрени Хотели Далай-ламу из него сделать, что ли? Но тут его похитил Авангард И стал делать над ним какие-то жуткие эксперименты Хотели как-то использовать его силу Это новый страж Помни-то, эта фигня полная Какие эксперименты они ставили над Гордоном? Всякие непотребства творили Хотели его силой управлять Но что-то у них не заладилось И пацан вообще с катушек слетел Типа надвое разделился Одна часть хаос, вторая логика Этот Гордон самая хладнокровная скотина на свете Так что держись от него подальше Судя по этим документам, он убьет всякого, кто сделает что-нибудь не так Даже кашлянет в его сторону Хотя за это я бы и сам башку снес Он управляет всеми темными делишками Авангарда И, как я понял, станет преемником Маккалина, когда тот сдохнет Хотя с их технологиями он может и тысячу лет прожить Значит, у полиции полно компромата Но почему тогда они ничего не сделают с Авангардом? Без понятия Может, забыли Может, этого компромата недостаточно Может, этот кубик просто потерялся в архиве Кто его знает? Но главное то, что с такими тварями среди нас Никто не может чувствовать себя в безопасности Особенно ты Так что сиди дома, поняла? Ну, понятно Это очень плохие дяди, и к ним лучше не подходить Но все-таки Где у Авангарда штаб-квартира? Ты такая смелая Или такая дура Но хрен я тебе че скажу Почему? Думаешь, у меня мозгов не хватит? Думаешь, я вообще ничего не могу, да? Нет Потому что все, кто мешает этому Авангарду Рано или поздно обнаруживают у себя в голове дырку или две Мне придется рискнуть Черт, ты понимаешь, я флипер Флипер, я торгую и стригу бабло Я не ввязываюсь Нахрен они тебе сдались Ну, долгая история, потом расскажу Но это очень важно Ладно, мать моя женщина Ладно, расскажу У этой богадельни есть несколько неофициальных штаб-квартир Но это только для прикрытия На твоем кубике адреса с индексом не было Но я пошарил по сети и обнаружил Что Вальтеки или Авангард Связаны с одной очень крупной компанией С какой? МТК Корпорация Малькут Технологии Почти такие же, как Бакамба Мерсер Страшно подумать, что дяденьки из Авангарда рулят в МТК У меня к ним старый счет Теперь будет чем прижать этих уродцев Значит, у Авангарда и МТК один босс И что с того? А то, что если найдешь штаб-квартиру МТК То там тебя будут ждать друзья из Авангарда Ты нашел главный офис МТК? Ты сама как думаешь? Я же флиппер, ядрен батон На Гренделе виню Мне это ничего не говорит Ничего не говорит? Девочка, ты на подводной лодке росла? Это же квартал номер один в Ньюпорте Там только богачи живут Квартира сотни миллионов стоит Как мне туда попасть? Извини, детка, но таким отбросом, как мы, вход на небо заказан Тебе нужно правильное удостоверение С самого высшего уровня, чтобы туда просочиться А его у тебя нет А ты можешь мне как-то его сделать? Эй, Бернс! Ща поднимусь Что это? Ты можешь мне устроить поддельные документы? Зачем? Мне надо попасть на Гренделе виню Эй, я тебя предупреждаю Лучше не лезь к этому Авангарду Они вцепятся, как эти вонючие собаки На которые вцепятся и не отпускают Как их там? Битболи Точно! Этих тварей стрелять надо при рождении Так как насчет документов? Могу сразу сказать, что это стоит немерено У тебя бабла много? Если нет, то и думать забудем Хоть ты и девчонка моего друга, но цена от этого не меняется Выкинь это из головы Это уже мое дело Сколько это стоит? Долларов триста я наберу Засунь их знаешь куда? Извини, деточка, но фальшивые документы стоят дофига Нужно купить ключ, чистую карточку Это все денег стоит Даже если я не возьму с тебя за работу А с девчонки Уоррена так и быть не возьму То все равно это встанет тебе в пятнадцать тонн Может, можно заплатить как-нибудь по-другому? Извини, детка, но эта надобность отпала у меня вместе с ножками Да я не о том Может, я могу как-то тоже помочь? Да ни хрена Да чтоб я сдох, вот дерьмище А вот что у тебя с сиденьем? Да антиграф, сволочь, сгорел к чертовой матери Через несколько дней совсем сдохнет Если не раздобуду в ближайшее время новый То совсем стану как навозный жук Ты сделаешь мне пропуск, если я достану новый антиграф? Ну, если ты нароешь мне рабочий антиграф Который выдержит двести кило Тогда не вопрос Только хрен ты его найдешь Ну, в смысле не найду? Окей Не вопрос Все я найду Я даже знаю, где искать Хорошо Бэрон Слипер Невероятно, скажем так, эксцентричный типчик И невероятно мерзкий Настоящий ублюдок, грубиянный, просто скотина Но, впрочем, довольно дружелюбен и без сомнений интересен Некоторые люди назвали бы его загадочным человеком Но только не я Я таких умных слов То и знать не знаю Флипер помог мне расшифровать данные в кристаллическом кубе Который я нашла в архиве Церковь Вольтек Связана с МТК А их штаб-квартира находится на Грэндаль-авеню Такую плебейку, как я Ни за что туда не пустят без пропуска И получить его в ближайшую пару сотен лет Мне кажется, тоже не светит Флипер сказал, что может достать поддельный пропуск Но за это я должна дать ему новый антиграф для сидения А ведь где-то я такую штуку сегодня видела Да, мы действительно видели уже антиграф Но я думаю, пойдем мы туда уже в следующей серии В этой же мы познакомились довольно со странным, эксцентричным типом Но почему-то он мне понравился по-своему В любом случае, друзья, спасибо за внимание Подписывайтесь, комментируйте, оставляйте ваши оценочки И до новых серий Пока Субтитры сделал DimaTorzok